Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжаем наше занятие, и мы сегодня с вами рассмотрим тригонометрические уравнения, отбор корней которых делается с помощью неравенств. Итак, посмотрите на условия задачи. Косинус 2х плюс 0,5 равно косинус квадрат х. Это решить уравнение. И второе – это сделать отбор корней на указанном интервале. Что мы, во-первых, заметим? Что здесь стоит косинус двойного угла. По формуле мы получаем косинус квадрат х минус синус квадрат х. Формула двойного угла. Плюс 0,5 равно косинус квадрат х. Заметим, что если мы перенесем косинус квадрат х в левую сторону, то он у меня уничтожится. И получится у меня… Давайте посмотрим, что получится. Значит, я переношу косинус квадрат х в левую сторону и получаю следующее. Синус квадрат х равно 0. И мы видим, что косинус квадрат х у меня уничтожается. Остается минус синус квадрат х плюс 0,5 равно 0. Что делаю дальше? Я перенесу 0,5 в левую сторону и умножаю это уравнение на минус 1 и получаю следующее. Синус квадрат х равно… Но 0,5 я напишу как 1 вторая. Теперь синус х, когда мы находим, я пишу плюс-минус, так как у меня здесь квадрат стоит, корень квадратный из 1 и 2. Но что же такое корень из 1 и 2? Корень квадратный из 1 и 2 можно записать так. 1 разделить на корень из 2. А если числитель и знаменатель избавятся от иррациональности в знаменателе, то есть умножить это на корень из 2, то получается у меня следующее выражение. Оказывается, это есть корень из 2, деленное на 2, так как корень из 4 – это 2. Таким образом, получится у меня простейшее такое два уравнения. Ксинус х равно корень из 2 на 2. Ну, давайте я напишу пока корень из 2 на 2. И теперь надо мне решить вот эти два уравнения. А какие именно? Первое уравнение. Синус х равно корень из 2 на 2. И синус х равно минус корень из 2 на 2. Вспомним, что мы дальше делали. Изображали это на единичной окружности. Напоминаю, это не координатная плоскость, это единичная окружность. Поэтому я не пишу x, y. Корень из 2 на 2 связан с углом 45 градусов. То есть вот это у меня получаются вот эти две точки. А именно π на 4 и 3π на 4. Таким образом, я могу написать ответ таким образом. π на 4 плюс 2π, так как я работаю на единичной окружности. То есть следующая точка у меня появится через полный круг. И вторую точку я точно так же записываю. 3π на 4 плюс 2πk. k принадлежит z. Вот у меня получилось две серии корней. Теперь я беру синус х равно минус корень из 2 на 2. Это у меня будет связано с углом минус 45 градусов. То есть это у меня вот здесь две точки. Минус π на 4 и минус 3π на 4. И таким образом я записываю решение. Получается минус π на 4 плюс 2πk. Обратите внимание, букву k можно писать одну и ту же. И здесь минус 3π на 4 плюс 2πk. Решение написать можно в таком виде. А вообще я напишу, наверное, сейчас еще, какой вариант записи ответов может быть в данном случае. А именно, если я вот эти две окружности соединю вместе. Возьму, это изображу на одной единичной окружности. У меня здесь две точки сверху. Так. И две точки снизу. Я вот, может быть, так возьму. Это у меня точка π на 4, а здесь у меня минус π на 4. И чтобы получить вот эти две точки, которые с правой стороны, я могу написать так. Значит, я могу так написать. Пин на 4 плюс следующая точка. Вот она, через полкруга приходит. Я пишу πn. n принадлежит z. То есть каждая точка придет через полкруга. И вторую серию я так напишу. Минус π на 4. И вторая точка появится тоже через полкруга. То есть пишу тоже πn. n принадлежит z. Кроме этого, можно это же решение написать еще по-другому. Давайте вот так сделаем. Изобразим теперь еще раз единичную окружность на одной и той же координатной плоскости. У меня получается 4 точки. 4 точки. Но заметим, что они приходят, появляются. Вот если я возьму первую точку π на 4, то следующая точка появится через 90 градусов. Потому что здесь 45, 45 через 90 градусов. Следующая опять придет через 90 градусов. Потом через 90 и через тоже 90. А 90 это π пополам. То есть я могу даже записать таким образом. π на 4. А как написать, что она приходит в следующей точке и появляется через 90 градусов? Я напишу π пополам умножить на n. n принадлежит z. Вот обратите внимание, что несколько форм записи может быть для одного и того же, ну или нескольких уравнений. Так, теперь вспомним с вами, сделаем с вами вторую часть. Ну вот, когда я буду делать вторую часть уравнения, задание, я возьму за основу именно вот эту форму записи. А почему? Объясню следующим образом. Итак, мне нужно сделать отбор корней на следующем отрезке. Мне нужно сделать отбор корней на отрезке минус 3π и минус 3π деленное на 2. Итак, я не буду изображать единичную окружность, а возьму вот это выражение, которое определяет серию моих корней π пополам умножить на n и заключаю его в наш отрезок от минус 3π до минус 3π деленное на 2. То есть я сейчас показываю другой способ решения. Посмотрите, в этом двойном неравенстве можно сократить обе части на число π. Это получится минус 3. Все три части неравенства. Здесь получится 1 четвертая плюс 1 вторая умножить на n. Меньше или равно минус 3 вторых. Так, дальше что? Дальше пойдем следующим образом. 1 четвертую перенесем в левую сторону. Получится минус 3 минус 1 четвертая, меньше или равно 1 вторая n. И 1 четвертую перенесу в эту сторону. Минус 3 вторых минус 1 четвертая. Вот это действие называется «Мы со всех частей неравенства вышли число 1 четвертую». Давайте посчитаем, сколько у меня получится. Здесь получится минус 3 целых 1 четвертая, меньше или равно 1 вторая n. Меньше или равно… Здесь давайте посчитаем. Общий знаменатель будет 4, дополнительный множитель 2. Это будет минус 6 минус 1. Таким образом, что у нас получится? Давайте здесь вот эту дробь переведем в таком виду. Будет минус 13 четвертых. Меньше или равно n пополам. Меньше или равно минус 7 четвертых. Наверное, нетрудно догадаться, что надо все три части неравенства умножить на число 2. На число 2. Это будет минус 13 вторых. Я на 2 умножила. Меньше или равно n и меньше или равно… Здесь тоже надо умножить на 2. Это будет минус 7 вторых. 7 вторых. Я умножила на 2. А теперь все же мы приведем его к такому виду. Значит, минус 13 вторых – это минус 6 целых 1 вторая. Меньше или равно n. Меньше или равно минус 3 четвертых. 3 целых 1 вторая. Так как мы сказали, что n принадлежит z, то есть это целые числа, какие же целые числа мне подходят и попадает в указанный интервал? Это будет число минус 6. Минус 6 внутри. Это число минус 5. Это число минус 4. А вот минус 3 нам не подходит, она выйдет за пределы данного отрезка. Итак, теперь для того, чтобы найти решение нашего уравнения, то есть решение, которое попадает в указанный отрезок, я должна подставить вот мое значение n в данную серию. Получается π на 4 плюс π, деленное на 2, умножить на минус 6. Давайте посчитаем. Получается π на 4 минус 3π. Видите, 6,2 сократилось. Если я найду общий знаменатель 4, то получается, что от единицы я должна вычесть 12. Получается минус 11π, деленное на 4. Это будет первое решение. Второе решение. х равно опять подставляем в указанную серию. Получается π на 4 плюс π пополам умножить на 5. Извините, на минус 5. Правильно? На минус 5. Получается π на 4 минус 5π, деленное на 2. Если я найду общий знаменатель, то у меня получится 4. От единицы вычитаю 10. Получается минус 9π, деленное на 4. Вот это будет второе решение, которое входит в указанный отрезок. Так, я беру n равно минус 4. Получается π на 4. Опять подставляю его в указанный интервал, то есть в указанную серию. И получается π на 4 плюс π, деленное на 2, умножить на минус 4. А именно, получится π на 4 минус… Ну, здесь 4 и 2 сокращаются, получается минус 2π. А если я найду общий знаменатель, то получается π минус 8π, а точнее минус 7π, деленное на 4. Вот таким образом делается отбор корней с помощью неравенства. Ну, в данной задаче, наверное, лучше всего и записать ответ. Если я напишу ответ, то тогда я должна выписать в пункте А серию решений. π на 4 плюс π пополам умножить на n. n принадлежит z. Так как я выбрала именно эту форму записи. Пункт b. Пункт b. Получается у меня ответы. Минус 11π, деленное на 4, входит в указанный отрезок. Минус 9π, деленное на 4, входит в указанный отрезок. И минус 7π, деленное на 4. Вот таким образом решается уравнение. Итак, с помощью отбора корней. Таким образом решается тригонометрическое уравнение, где отбор корней производится с помощью неравенства. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok